Актриса Академического театра имени Моссовета, заслуженная артистка Российской Федерации, талантливая певица и каскадер Ольга Кабо предстала в новом амплуа, выступив в роли чтеца стихов. Моноспектакль Ахматова порадовал зрителей высокой поэзии Анны Ахматовой и умелой блестящей игрой актрисы. То пятое время года, только его словословь, дыши последней свободой от того, что это любовь. Высокое небо взлетело, легкие очертания вещей, и уже не празднует тело годовщину грусти своей. Ольга Кабо – давняя поклонница Анны Ахматовой. Глубоко влюблена в лирику великой поэтессы. Ее стихотворения пронизаны грустью, любовью к родине и болью за судьбу России, передают лирические переживания о любви и женской судьбе. По мнению актрисы, эти стихи остаются актуальными и в наше время. Удел женщины – ждать, верить, душевно помогать и делать своих мужей, сыновей, внуков, кто рядом с ней, сильнее. Поэтому, когда Ахматова сказала, что я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был, я думаю, что она бы сейчас тоже была со своим народом и также бы писала вдохновляющие строки, пронизанные силой, любовью к родине, к отечеству. Это очень важно. Зал районного дома культуры села Акьяр был полон. И с первых минут зрители были погружены в особую атмосферу на сцене. Это было настоящее воплощение красоты и глубины поэзии, которое способно возродить яркие образы прошлого и настоящего. Неудивительно, ведь за плечами актрисы десятки ярких ролей в кино и театре. В исполнении Ольги Кабо со сцены звучали стихи Пушкина, Цветаевой, Пастернака и Гумилёва. Сегодня я очень волновалась, потому что все-таки дети немножечко в 21 веке другие. Они уже искушенные читатели гаджетов, компьютеров, телефонов. Я, конечно, волновалась. Зрители были очень хорошие. Я смотрела в глаза ребятам, девчонкам, мальчишкам. Все слушали. Я надеюсь, что они что-то почерпнут, заинтересуются. Мне кажется, поэзия – это жизнь, душа – это любовь. Действительно, она выше быта. Сейчас такой агрессивный у нас мир. Время очень непростое. Поэтому можно даже очищаться и вдохновляться, читая просто классику. Выступление вызвало продолжительные аплодисменты, которые стали искренним выражением благодарности за увлекательный спектакль и приглашением на новые встречи с искусством. Это не первый визит Ольги Кабо в Республику Башкортостан. Однако в Хайвулинском районе она выступила впервые, что добавило особый колорит этому мероприятию. Встретили меня замечательно, с открытыми сердцами, с хлебом, с солью, с чак-чаком и с народными национальными танцами, песнями. Было очень приятно. Я обязательно привезу своего маленького сына Паурсака, чак-чак. Еще я очень люблю ваш башкирский мед, потому что, мне кажется, он очень отличается от любого меда. В нем столько вкусов, и он такой кислинка, и сладость. В общем, весь ваш воздух, вся ваша любовь в этом меде обращается потом сладостью. Очень люблю ваш край, ваш мир. И у меня очень много здесь друзей. Поэтому, к сожалению, в этот раз я не проеду через Уфу. Но, тем не менее, я знаю, что меня здесь тоже ждут. А теперь будут ждать еще не только в Уфе, а еще и в вашем замечательном районе. Радостные и светлые эмоции останутся у ребят надолго. А любовь к прекрасному и высокому искусству будет крепнуть и расти. Маргарита Тихомирова, Ильнур Крымгужин, Служба новостей, Село Акьяр.